Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. На неделе областной драм-театр и театр на Спасской обрели новых главных режиссеров. Юрий Ардышев и Юлия Батурина имеют за плечами большой творческий опыт и хорошо известны трупам кировских театров. Тем не менее, одно из назначений вызвало неоднозначную реакцию части актеров. Подробнее Андрей Дозорцев. Кадровые назначения каждого из кандидатов стали продуманным и серьезным шагом. Как отметили на пресс-конференции, выбору предшествовал не только поиск разных вариантов, но и проверка боем. Юлия Батурина, еще будучи главным режиссером Серовского театра драмы Свердловской области, неоднократно приезжала в Киров, в театре на Спасской. Она участвовала в творческой лаборатории. Вы знаете, что лаборатория состоялась, три режиссера были. Они делали такие пробники, эскизы спектаклей. После этого Юлия Владимировна была приглашена поставить уже на большой сцене спектакль, отрочество, которое она оставила в рамках лаборатории. Я думаю, что многие из вас видели эту постановку. Спектакль получился. Юлия Батурина участник многих конкурсов и театральных фестивалей. Ее назначение в театр на Спасской тепло встретили в самом учреждении. По словам Юлии Батурины, встреча с коллективом прошла в доброжелательной обстановке. Сам режиссер охотно приняла предложение приехать в Киров. За время постановки здесь спектакля я так полюбила город, так мне понравилась труппа театра. И мне захотелось поменять что-то в себе, увидеть что-то новое и поработать с этой замечательной труппой. Юрий Ардышев, который будет работать в драмтеатре, опытный и известный режиссер. Он родился в Кирове, но последнее время работал в Московском театре на Таганке. За его плечами учеба в училище имени Гнесиных во ВГИКе ГИТИСе. В 2009 году он был номинантом премии «Золотая маска». Я очень рад возвращении, если так можно выразиться, на родину. Тем более, то есть департамент культуры и дарские власти предоставили мне возможность возглавить очень хороший театр, наш Кировский театр драмы. В общем, я на нем вырос свое время. Однако в драмтеатре нового главного режиссера восприняли неоднозначно. Во время его представления коллективу часть труппы покинула собрание. Актеры потребовали назначения другого режиссера. Там было по принципу «Абаба-Яга против». Вот хотим только этого и все. Люди ушли, не хотели разговаривать. Разговаривать надо в работе, работать надо. По словам Александра Галицких, департамент культуры был открыт к дискуссии, но актеры не захотели диалога. Решение о назначении Юрия Ардышева принято, и главная задача перед ним уже поставлена – это вернуть зрителей в театр. Ведь последнее время в драмтеатре не премьерные спектакли нередко проходили в полупустых залах. Выступление духового оркестра «Солингер» из Австрии стало одним из музыкальных украшений культурной программы «Дня города», который прошел в эти выходные. У этого оркестра интересная история. Он был основан в 1863 году скрипачом Антоном Пойнтекерем. После знакомства с военным духовым оркестром в Зальцбурге, Антон вместе с музыкантами своей деревни организовали капеллу. Впоследствии члены его семьи стали продолжателями музыкальной династии и до сих пор являются активными музыкантами капеллы. Со сменой поколений музыкантов в нее вливаются не только члены семьи-основатели, но тем не менее название сохраняется. Для «Солингера» особенно важно сохранять и беречь традиции и народные обычаи родного края и своей страны. При этом находиться в постоянном музыкальном развитии. В настоящее время в нем около 55 активных музыкантов в возрасте от 13 до 75 лет, чем оркестр очень гордится. Одним из масштабных культурных мероприятий, приуроченных в Дню города, стала хоровая мастерская. По ее итогам сформировались три сводных хора из жителей города и области, которые затем выступили на Дне города. На кастинг мог прийти любой желающий. Как формировались хоры удалось понаблюдать в нашей съемочной группе. В рамках фестивального проекта «Хоровая мастерская 21 века» созданы уникальные сводные хоры города Кирова, академические, эстрадные и народные. Кастинг проходил в начале мая и в нем приняли участие более 250 человек в возрасте от 10 до 66 лет. Мне, конечно, было интересно. Интересно в плане кастинга, который проходил в начале мая, потому что люди приходили на кастинг совершенно различные, с разным образованием, из разных мест жительства. Кто-то из города, кто-то из деревни приехал, из районов люди приехали. У каждого совершенно своя энергетика и понятие о том, как я правильно пою или неправильно пою. Конечно, безумно интересно на это все смотреть, оценивать. Но оценивать людей всегда сложно. Кировские педагоги помогали московским Евгению Остафорову и Елене Комаровой. Главная цель фестиваля – приобщение детей и молодежи, а также родителей, педагогов и воспитателей – хоровому пению к яркой и увлекательной форме с элементами современного образования и развлечения. Работа, с одной стороны, сложная, потому что короткие сроки и невозможно часто репетировать, потому что люди, кроме этого дела, еще имеют работу, учебу. Но и настолько легкая, потому что им настолько это хочется, их задор нас поражает и нас окрыляет. И прямо вообще замечательное настроение работать здесь, на этом проекте. На торжественном открытии проекта кировчане смогли увидеть парад сводных хоров, а также концерт солистов и ведущих творческих коллективов города. В Кирове открылась первая в нашем городе персональная выставка художника-керамиста из Петербурга Владимира Гориславцева. С экспозиции, которая называется «Нет формы глиняный прекрасней» познакомился Иван Швецов. Владимир Гориславцев – яркий представитель Ленинградской школы керамики, участник легендарной группы «Одна композиция», которая была символом новаторских исканий среди керамистов северной столицы в 70-е и 80-е годы прошлого века. Прорыв в керамике в те годы был вызван тем, что эта зона искусства находилась на периферии идеологического контроля. В центре внимания чиновников были живопись, скульптура, графика, но не керамика. Поэтому поступающие в 70-е годы в художественные институты, если у них был интерес к современному искусству, знали, что на прикладных кафедрах легче дышаться. Так поступил и Владимир Гориславцев. Автор выставки окончил высшее художественное училище имени Мухины и несколько лет проработал на ленинградском фарфоровом заводе «Стройфарфор» главным художником. Однако свои первые работы, росписи по фарфору кобальтом, он в силу разных обстоятельств создал не в родном Ленинграде, а на Дулевском фарфоровом заводе в Подмосковье. Я тогда был еще, так сказать, считался начинающим художником, понятно, я в 70-м году окончил Мухинское, а это 71-й, 72-й, 73-й. И там я это делал работой для того, чтобы не пропускать, я решил не пропускать ни одной выставки. Для начинающего художника это очень важно. Керамисты полностью зависят от технических условий того места, где они могут творить. В идеале у художника по фарфору всегда должен быть рядом завод с огромной печью и необходимым набором инструментов. Ни о каком домашнем камерном творчестве и речи быть не может. Подглазурная роспись с салями металлов проявляется только во время обжига при температуре почти 1300 градусов по Цельсию. Поэтому и всю жизнь Владимир Гориславцев, можно сказать, живет на два города. В Москве создает и расписывает свои керамические шедевры, а в Петербурге, где у него семья, набирается сил и придумывает эскизы для новых композиций. Керамика может быть скульптурой, может быть живописью и может быть графикой. Действительно, в зависимости от того, что автор решил, и к чему его больше привлекает, то он и работает вот в этом. Ну, графики, может быть, не так часто бывают. Ну, на фарфоре, например, это получается иногда чистая графика. Вот меня, в частности, интересуют больше живописные моменты. Среди ранних работ, представленных в экспозиции, фаянсовое и шамотное блюдо и пласты с росписью пейзажного плана. Они посвящены архитектурным видам и изображениям интерьеров, натюрмортом. Главная задача – добиться декоративной выразительности произведения. Свои работы, объемные композиции, блюда, тарелки, пласты из фаянса автор объединяет в тематические композиции и серии. Владимир Гориславцев смог создать свой собственный, узнаваемый новый язык этого древнего материала. Имя автора известно на всю страну. Его керамика хранится в Государственном русском музее, Государственном историческом музее, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Также ее можно увидеть на выставках во Франции, Америке и Италии. Напомним, что наша программа выходит при поддержке правительства Кировской области и Управлению культурой администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова